Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дом культуры» на 49 канале и ведем наш репортаж, и будем знакомиться сейчас с автором из галереи Новосибирского Дома ученых. Николай, у вас выставка называется «Скифы Алтая», «Скифы Сибири», без разницы, все равно это наш регион, да? Да, совершенно верно. Ну и традиционный вопрос как художнику, что является посылкой или, может быть, что навеяло сегодняшней экспозиции, находящихся в нескольких залах, что является отправной точкой. Продолжение тематики, так я понимаю, да? В каком-то смысле одна из причин – это немножко такой отечественный сибирский патриотизм. Хочется показать, что у Сибири тоже есть свое прошлое, и оно ничуть не хуже, чем прошлое где-то европейских цивилизаций. Хочется его немножко визуализировать, показать сибирикам, чтобы они тоже чувствовали за собой такой хороший бэкграунд, которым можно было бы гордиться. В этом зале на ваших работах или в ваших работах явная такая сочная образность. За спиной у вас воин, держащие ребенка, как бы сохраняющих. Ну такое современное прочтение, понимаете, вот тех былинных может быть. Потому что в любом случае, мне кажется, чувствуется современный взгляд. Вот немножко об этом. Тут немножко такая как бы игра, потому что хочется нарисовать картину, которая как бы повторяет европейский сюжет «Мадонна» с младенцем. Ну приписываешь «Скифская Мадонна», добавляешь немножко «Скифской» такой атрибутики. Еще какие-то такие элементы, которые из западных культур мы можем как бы принять, немножко была там… Адаптировать их, да? Да. «Скифская Ева», например, «Скифский Адам». Ну что-то такое было у меня. Ясно. Потом потихоньку эта тема развивается, и появляются уже свои собственные как бы образы, взятые из источников нашей уже объективной археологии, которые вот… Ну тем более, которые активно развиваются в Академгородке с именом Окладникова, Деревянка и так далее, и продолжаются. Вот скажите, пожалуйста, каково отношение молодежи к сегодняшним поискам? Потому что, понятно, всплеск к денисовскому человеку, он чрезвычайно высок, с точки зрения информации, видимо, и научного интереса. У вас есть какие-то здесь вот параллели, возможно, как у художника? Ну, денисовский человек это было чуть-чуть пораньше. Здесь уже речь идет про скифов. Это где-то две с половиной тысячи лет назад, как раз когда вот нашли алтайскую принцессу, всем известную, но до этого тоже были археологические находки. Сразу где-то после войны археолог Руденко открывал первые гробницы пазырикской культуры, и они попали потом в Эрмитаж, и сейчас экспонируется там. И вот хочется немножко как бы их показать, что вот… – Визуализировать, да. – Визуализировать, да. Где-то немножко я допускаю фантазию, где-то добавляю больше жизни, отхожу от классических археологических находок, но это добавляет мне, ну, как бы, возможность… – Ну, и шире смотреть на сегодняшнее понимание истории. – Поживее, да, поживее как-то все это воспринимаете. – То есть не канонизировать, скажем, вот не воссоздавать там вот археотип какой-то, да, а чуть расширить. – Ощущение такое, что ваши образы либо с… как иллюстрации сорвались, да, с каких-то, можно так сказать. – Значит, страниц, книги, да. – Ну, я так скажу. Вот есть художники, которые создавали миры. Например, самый такой, наверное, известный в некоторых кругах Джон Хо, который сначала рисовал иллюстрации к Толкиену, потом на его, на основе его иллюстрации сделали фильм, и мы сейчас можем посмотреть вот фильм, кадры с фильма, вот его иллюстрация, которая была до фильма. В каком-то смысле он сделал вот этот вот вес, визуализировал мир Толкиена. В совет, ну, скажем так, в русское время, например, художник Воснецов нарисовал наших богатырей. Через некоторое время для нас, русских, богатырей – это как бы вот, ну вот все, что… – Ну, это былинные образы наших защитников. – До Воснецова их не было. Вот, и у меня появилась такая же идея сделать что-то похожее со скифами. То есть сначала их визуализировать, пройдет лет 50, и все будут думать, да, вот, это так и было. – Николай, ну, может быть, гораздо раньше мы за счет популяризации, за счет продвижения, что же очень активно все спрессовано, максимально быстрый интернет позволяет достигнуть очень-очень многого. А вот картина, которая находится за моей спиной, она такая как бы батальная, да, сцена. Вот несколько слов о ней, что изображено, что задумано. – Ага, называется она «Великая аса». Про асу мы, наверное, отдельно будем разговаривать. Я немножко уже вводу другую терминологию для меня скифского или терминологию из моего придуманного мира, которая на самом деле идет, растет из нашего исторического прошлого. Вот здесь сюжет такой, бьются одна группа скифов против другой группы скифов, но какой-то человек обращает внимание на что-то такое мистическое, загадочное, какой-то такой иероглиф, какой-то такой узор, который появляется в воздухе во время битвы и переключается внимание на то, что он познает что-то сверх, какое-то, какое-то сверх понимание того, что происходит. То есть битва перерастает в какой-то новый дзен. То есть новый какой-то формат или так далее. Вот в связи с этим, а нет у вас желания что-нибудь с игровыми технологиями сделать, то есть продвинуть себя в интернете, о котором я уже говорил, не возникало ощущения? Ну, наверное, мне не хватит у меня, потому что я должен нарисовать то, что мне попросили скифы, горы алтайские. Все-таки, значит, скифы попросили, Николай. То есть заказ внутренний какой-то есть, вот передача этой энергетики. Я, знаете, настолько заинтересован тем, что я вижу, и думаю, наши зрители, безусловно, проникнутся вот этой энергетикой от скифов через вас, Николай. Перейдем вот к этой части зала, где находятся две сюжетные связанные работы. И вопрос, а что сказали скифы по поводу этих двух работ? Мне очень нравится ваш подход. Прошу, пожалуйста. Наверное, я скажу так, что я сказал про скифов этими работами. И они ответили, да? Да, потому что диалог со скифами – это не так, как мы с вами сейчас беседуем. Это такая какая-то внутренняя работа. Ну, медитация, видимо, да? Ну, можно так сказать. Где есть отклик, видимо, на запрос какой-то внутренний, да? Но работает немножко не так, как мы обычно привыкли думать. То есть это приходишь на локацию, где-то вот в Диком Алтае, где могилы, курганы, вот эти круглежки. То есть вы ходите, значит, на пленэр? То есть раньше я ходил, как все, на пленэр и рисовал, что вижу, а сейчас я прихожу, сажусь и начинаю думать, а что же мне тут привиделось? Слушайте, ну вот интересный вопрос. Вот любому художнику хочется адресовать. Вот у вас нету наброска еще. Значит, белый холст, да, подготовленный, краски. И как это рождается? Вот как эта технология вдруг появляется? Если рассказывать, то это будет долго, в двух словах, это через какой-то такой звук, комок, энергии, который нет каких-то привязок к нашему реальному миру. И когда ты начинаешь его переносить на холст, ты все время такой пинг-понг опрашиваешь, это или не то, подходит или не подходит. То есть нарисовал здесь человека с таким выражением лица, проверяешь, подошло, не подошло, и вот это вот постоянно проверка. То есть такой диалог постоянно возникает с работой и внутренним ощущением. Очень интересно. Итак, вот по поводу этих двух работ, которые вот хочется представить нашему зрителю. Значит, две работы. Одна называется «Серебряный человек». Я его в шутку еще называю «Скифский Дед Мороз». А вторая называется «Палочка для бубна». Тут немножко как бы попытка сделать визуализацию уже такой более такой бытовой жизни. На первой работе степь. В степи специальные такие места, где отмечены такими скифскими столбами. С рогами, с резьбой. И вот двое, там трое путников, обычных воинов, заблудились и встречают некого серебряного человека. Под серебряным человеком понимается некоторая отсылка к золотому человеку, которого нашли под Алматой. Это ихняя, так сказать, алтайская принцесса. Только он у них там называется «Золотой человек». Я решил, у них золотой, у нас должен быть серебряный. И вот, значит, появляется он в степи таким волшебным образом. За ним такой круг каких-то мистических заговоров, какой-то мир свой. И он им рассказывает о том, куда, например, дальше двигаться. Такой шаман. Следующая картина называется «Палочка для бубна». Я специально делаю такие сдвиги, не буквально иногда даю название, а чуть-чуть, чтобы ребус. И вы видите, стоит такой шаман с бубном. А напротив к нему навстречу идет как бы такое скифское племя. У кого-то палочка для бубна, у кого-то меч. Но какая-то атрибутика. Какая-то атрибутика, которой тоже можно бабахнуть, стукнуть в бубне. И извлечь этот звук тот самый, да? И получается, что некоторые противопоставления такой светской жизни, да? То есть скифской светской жизни и какой-то такой мистической. Вот такая как бы была идея. Я понял. А потом художник, он же объединяет на вашем примере несколько видов деятельности. В том числе и дизайн, потому что вы же являетесь оформителем собственного издания. Давайте по этому поводу поговорим у следующего стенда. И я обращаю ваше внимание на то, что у автора, у Николая в руках та самая асса. Но в данном случае скифская асса. Николай, вы обещали нам раскрыть тайну этого сюжета. Пожалуйста. Ой, всегда очень трудно говорить тайны, раскрывать. Но в двух словах попробую объяснить. Асса – это такое некоторое мистическое слово. Для большинства это ассоциируется с фильмом Соловьева. Но даже сам режиссер Соловьев не знал до конца, что это такое. Кавказцы очень любят это слово. Для них это боевой клич. Я решил использовать это слово, добавить в него немножко такой свой сибирский такой колорит. Колорит. Колорит, да. Немножко там мистифицировать его, сделать, что это некая такая мистическая философия или религия скифов, которые жили на территории Алтая. Вот это вольная интерпретация моя. То есть я не претендую на какую-то научность. Но я решил так сделать. Для меня ассо – это такая наша алтайская дау. Вот так вот скажем, такой алтайский путь. Как они видят себя, свою жизнь, свой смысл своей жизни, чтобы хоть как-то его назвать. То есть вот это понимание мира, оно такое большое, немножко фэнтезийное, немножко космическое. И вот надо было дать ему имя. Я использовал термин ассо. И здесь я провожу аналогию, что потом потихоньку это имя превратилось в монгольское яссо. Яссо у монголов обозначалось порядок. Порядок вещей. Порядок вещей. Яссо, мы платили, русские платили яссо, потому что это был в порядке вещей. Все тумены их немонгольские в этой яссе находились в каком-то смысле. То есть аналогия вот какая-то такая. Да, я думаю, что это как бы оттуда все растет или как-то связано. Ну а дальше потом, потому что для меня скифы – это не национальность, это скорее культура, которая объединяла несколько национальностей. И монголоидов, и европеоидов. Но все это было настолько давно, когда еще наций не было. Поэтому я предполагаю, что ассо в каком-то смысле было чем-то таким, что объединяло вот эти вот расы, нации на большой территории. И где-то оно исчезло, а где-то, например, на Кавказе оно сохранилось. Даже не знают, как оно. Николай, вот продолжая знакомство наших зрителей, нашей программы с книгой, хочется сказать нашему зрителю, сама по себе книга – это что? Это сборник рассказов или историческая эссе? Вот что по характеристике? По жанру, так скажем. Я называю это ненаучной фантастикой и фэнтези. Там две сюжетные линии. Одна ближе про ученого такого Николая Козырева. Это ваш образ, да? Это один из такой… Потом они переплетаются. Его история, как он попал в Норильский лагерь, как он там встретился с шаманкой. То есть уже современное наше время, да? Это 43-й год. Это период Великой Отечественной войны. Ну, это реальная история, которая мной трансформирована для того, чтобы я мог передать какие-то идеи. А вторая линия – это классический попаданец от лица меня, от лица автора, который я действительно ходил в тех местах. Я вот представил, что если бы я снова пошел, и вдруг что-то со мной такое непонятное, волшебное случилось, я бы попал в прошлое с Киевом, и как бы это выглядело. Потом вот эти две линии переплетаются, объясняют, что такое феномен времени. То есть в каком-то смысле это и фантастика, но она такая ненаучная. Ну, очень интересно вы мыслите, и самое главное, что все это имеет отражение в ваших работах. Скажите, вот любой художник, он закладывает какую-то информацию. Вот что хотелось бы, чтобы вы не спустя 50 лет, а вот сегодняшние современники, те, кто знакомятся с вашими работами и на выставке, и в книге, потому что я так понимаю, что книга в том числе иллюстрирована вашими работами, да? Да, тут есть иллюстрация. Ну-ка, ну-ка. Я не мог про... Да, конечно, без слова. Не мог это оставить без внимания, потому что у меня диплом по книжной иллюстрации. Здесь никто не заказывает иллюстрации, поэтому пришлось написать книгу. Все делать самому, да? Все делать самому. Можно было бы ее проиллюстрировать. Так вот, Николай, что вы хотите передать в качестве информационного, скажем, образа? Вот на что направлено внимание? Что является сердцевиной? Ух, вы такой вопрос задали, я прям не знаю. Ну, вот просто в лед. Ну, а что хочется передать? Я бы сказал, что сибирскую мощь. Мощь. И передать сибирское какое-то мистическое начало. А скифы – это один из возможных форм, через которые я это передаю. Потому что для меня Алтай – это вот храм, где реально существуют какие-то боги, которым имеет смысл как бы так, ну, не поклоняться, но... Такое место силы, которое позволяет нам немножко подпитываться, говоря современным языком, и как-то соотносить себя в пространстве вот этого времени, жизни, образа. В других местах я много где побывал, такого я не встречал на Алтае. Не было ощущения такого, да? Да. Ну, очень интересно. Уважаемые друзья, вот беря из рук Николая Марцы этот экземпляр книги, надеюсь, в нашей программе такой появится, мы приглашаем на выставку в картины галереи Новосибирского дома ученых, и я надеюсь, что наша связь с скифами Алтая и с этим образом Алтая, который многочислен расположен в формате этой галереи, мы будем продолжать сотрудничать. Николай, большое спасибо. Вам успехов непременно. И как художнику, и как человеку, который несет информацию о мощи и о регионе Сибири. Спасибо большое. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы переносимся в студию Дома культуры на 49-м канале. Будет очень интересно. Субтитры подогнал «Симон»